Так называемые языковые дружинники заступают на службу уже завтра. Девять общественных помощников Центра Госязыка получили рабочие удостоверения. Их задача – помогать жителям правильно использовать латышский язык. Причем помощь будет бескорыстной. Диана Хадулина познакомилась с теми, кому язык дорог. Белые розы, памятная книга и удостоверения. Языковые дружинники, так их окрестили уже некоторые СМИ, готовы к работе. Артур сработает переводчиком в Госполиции. Теперь же в свободное время будет еще и следить за соблюдением закона о госязыке, а также выискивать грамматические и стилистические ошибки. Во-первых, я бы хотел общими усилиями добиться, чтобы язык был чистый. Слова использовались по назначению. Во-вторых, таким образом я буду развивать и свою речь, а также использование закона о госязыке. Пока конкурс небольшой. Претендентов на должность общественного помощника было девять. Все они успешно сдали экзамен, написали эссе и получили удостоверение. Перед этим еще пообщались с психологом, как вести себя в конфликтных ситуациях. А такие могут быть, признают в Центре госязыка. Например, зачастую в магазинах информация о товаре не указывается на госязыке. Моя задача не только указать на нарушения, но и помочь это исправить. Например, если название кафе только на русском или меню только на русском, то я должна указать на этот недостаток, но при этом объяснить и помочь, чтобы впредь использовали госязык. Добровольцы нужны, потому что Центр своими силами уже не справляется. На всю Латвию всего 18 инспекторов, при этом половина из них работает в Риге. Главная задача добровольцев — не наказать, а помочь исправить недочеты. Предприниматель может обратиться к добровольцу с вопросами, правильно ли он написал информацию, которую он хочет распространить, нет ли ошибок грамматических и стилистических. Претендовать на должность общественного помощника могут граждане, достигшие 21-летнего возраста. Будущие помощники должны быть магистрами филологии или гуманитарных наук, а также обладать высшей категорией знаний латышского языка. Заявление можно подать на домашней странице Центра госязыка www.vvc.gov.lv. Диана Хадулина, Ингус Грауденш, Латвийское телевидение.